Добрый вечер! Это информационно-аналитическое шоу «Смотрите сами». Несмотря на внешнее затишье в коридорах и аудиториях университета, что вызвано самым любимым периодом собственных студентов – каникулами, жизнь в Альмаматор не просто кипела, но и была полна в эти дни событиями, что обещают весьма бурное и активное продолжение на многие месяцы вперед. И начать обзор этой самой жизни я бы хотел информацией о встрече, что прошла в минувший вторник в Москве и стала одним из главных событий наступившего года. Министр образования и науки России Ольга Васильева встретилась с президентом Татарстана Рустамом Менихановым, ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым и министром образования и науки Татарстана Энгелем Фаттаховым. И университет стал главной темой разговора. Федеральный министр была проинформирована о том, как в целом развивается система образования в Республике Татарстан. Васильевы представили программу и ознакомились с развитием Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и университетской клиники «Казань». Она, в свою очередь, отметила опыт КФУ в развитии медицинского образования как одну из лучших практик классических университетов подведомственных Миноборнауки России. Отдельно коснулись проблем переподготовки педагогических кадров. Образовательная модель, принятая в этом направлении в Казанском университете, также получила одобрение и поддержку. Обсуждая вопрос, президент Татарстана Рустам Миниханов заявил о необходимости сосредоточить подготовку педагогических кадров в стенах Казанского федерального университета. Удалось затронуть и необходимость увеличения контрольных цифр приема по гуманитарным направлениям подготовки. Ольга Васильева поддержала инициативу президента Республики Татарстан Рустама Миниханова о передаче Казанскому университету Альметьевского государственного нефтяного института. Все вопросы, связанные с этим, переходом ранее уже обсуждались и прошли через процедуру согласования ученых советов КФУ и Альметьевского нефтяного института, а также совета директоров Татнефть. Была отмечена необходимость создания рабочей комиссии с участием представителей правительства Татарстана, Миноборнауки России, Министерства образования и науки Татарстана и Казанского федерального университета. И надо сказать, что Ильшат Гафуров уже дал поручение организовать такую комиссию в КФУ. Представители делегации Татарстана пригласили Ольгу Васильеву посетить лично республику и Казанский университет. Приглашение было принято. Не стоит долго пояснять, что этим весьма скупыми строчками официального сообщения за этими строчками стоит не только большая работа, что проделано в прошлом и делается сейчас, но звучит в них знамение старта больших преобразований, что стартует, судя по всему, в самое ближайшее время. К слову, есть и еще весьма важная в этом контексте информация. А еще на неделе ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров сообщил о поручении президента Татарстана Рустама Миниханова Министерству экономики Республики, Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана отработать механизмы передачи Казанскому федеральному университету двух инжиниринговых центров – Татарстанского центра инжиниринга медицинской науки Эйдос и Акционерного общества региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий. Контрольный пакет акций, предлагаемых структур, будет находиться в управлении Казанского федерального университета. Эти центры будут рассматриваться университетом как площадки для трансфера технологий по тем же принципам сейчас работают, кстати, университетская клиника «Казань» и лицеи Казанского университета. Вот вам и, казалось бы, тихо и спокойная пора каникул. А если еще вспомнить, что в самом разгаре этап защиты дорожных карт, структурных подразделений университета, то миф о каникулярной расслабухе и вовсе улетучится. Но давайте, пользуясь случаем, что о работе по медицинскому блоку вопросов в самых высоких кабинетах страны прозвучались столь лестные оценки, коротко напомним о некоторых моментах этой самой деятельности. Казанский федеральный университет продолжает динамично развивать медицинское направление. Этот факт отлично подтверждает модернизацию университетской клиники «Казань», развитие концепции медицинского городка КФУ и взаимодействие Казанского федерального с другими клиниками республики. Немало важно даже то, что в стенах университетской клиники уже проводится большое количество клинических исследований. При содействии университета там создали биобанк и чистые помещения, где можно работать с клетками человека. Можно даже не сомневаться, институт фундаментальной медицины и биологии только растет. В здании, где сейчас работает институт, весь потенциал уже не помещается. Именно поэтому незамедлительно приступили к действию симуляционный центр и новая клиника. Совокупность работы всех зданий часто называют новым медицинским городком, которого ждет большое будущее. Все студенты любого университета, у них есть предмет безопасной жизнедеятельности, где учат оказанию первой медицинской помощи. Там они не просто на бумажках, не просто на плакатах, там они получают реальные навыки оказания первой медицинской помощи. Когда Казанскому федеральному стало очевидно, что для развития высокотехнологичных биомедицинских исследований необходимо создавать что-то новое, был дан старт начала создания центра фармацевтики. Это единственное место в Казани, где есть так называемый виварий, где содержатся животные, свободные от любых инфекционных реагентов, где вместо цокольного этажа расположился центр микроскопии. И, конечно, это единственное место в городе, где расположен геномный центр и есть биобанк. Помимо перечисленного, там также расположились многочисленные лаборатории КФУ, которые имеют свое название Open Lab. Однако на достигнутом медики Казанского федерального не останавливаются и готовятся к созданию нового центра трансляционной медицины. И, кстати, это не единственный проект, готовящийся к реализации. Теперь, если говорить о проектах, которые мы сейчас реализуем, вот в настоящий момент у нас 4 проекта уже на стадии прямой трансляции. Но пока я говорю вам только о том, что идет по часовой стрелке. То есть, когда из фундаменталки в клинику. То есть, это по нейрореабилитации проект, это проект по свертыванию крови, поскольку у нас там и сосудистый центр, так сказать, это проект по фармакогеномике, который, и это проект по использованию, так сказать, прогенитарных клеток или стволовых клеток, так сказать, лечения ряда заболеваний. И это еще не все. Возможности ученых Казанского федерального дают новые плоды. Здесь речь идет сразу о нескольких центрах, которые активно работают над одним из самых загадочных явлений современной науки – стволовыми клетками. Если, например, забирать, как бы, вот это вот то, что утилизируется, клетки из плаценты, вот, и их хранить, то это универсально, это на 100 лет, это заготовленный, оттипированный донорский материал, которым можно спасать жизни. И более того, если еще 10 лет тому назад это можно было делать только ребенку, то сейчас отработаны технологии, так, two units, three units, так сказать, когда очень похожие 2-3 единицы и уже, так сказать, трансплантации взрослому человеку. А что касается трансплантации биосинтетических органов от человека к человеку, это еще одна цель, которой стремится Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ. Ведь не исключено, что данному проекту суждено стать новейшим решением лечения целого ряда заболеваний. И мы продолжаем разговор о тех событиях, которые минувшие дни происходили в университете. Набирает обороты подготовка к старту года Лобачевского. Собственно, год уже стартовал, и в минувшие дни было принято решение о создании, и вот здесь создание чего, и в деталях, мне поможет разобраться директор музея истории Казанского университета, Светлана Анатольевна Фролова, добрый вечер. Вот как правильно назвать то, что будет воссоздано в связи с именем Лобачевского? Мемориальный музей, мемориальный кабинет, мемориальная комната. Вообще, как так случилось, что у нас очень много такого типа мемориалов, посвященных известным личностям, а с Лобачевским нет? Одним из самых знаменитых людей этого города, вообще этой страны. Отвечая на ваш вопрос, все дело в том, что даже к столетнему юбилею, со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского, когда Казанский университет проводил большие торжества, даже тогда еще не принималось решение о создании в Казани музея Лобачевского. Вероятно, для современников это были еще недавние события, ведь он скончался в 1856 году. И, казалось бы, это было все не так давно. Но именно если бы в тот период времени озаботились вопросом создания мемориальной квартиры, тогда можно было бы собрать больше предметов, связанных с жизнедеятельностью Лобачевского, чем теперь. И в годы войны, к 150-летию со дня рождения Лобачевского, Широков написал записку о создании музея Лобачевского. Конечно, концепция, которую он тогда предлагал, в настоящее время не может быть реализована, потому что он хотел создать не только мемориальную квартиру Лобачевского в ректорском доме, но и собрать центр, который бы аккумулировал все рукописи, документы, изобразительные материалы, связанные с жизнью Лобачевского. В настоящее время они находятся в разных крайнилищах, и это совершенно правильно и обоснованно. Это и Академия наук, и Национальный архив Республики Татарстан, и отдел рукописи Казанского университета. Конечно, нет, да. То есть они являются действительно уникальными, особо ценными документами. И необходимости в этом нет, потому что нужно обеспечить все уровни безопасности и защиты этих документов. Ну вот, например, первое издание книги Лобачевского с его автографом, не так давно проданное на аукционе Содби, оно оценивалось более чем в 300 тысяч долларов, его стоимость. Но тут Россия не смогла купить это, действительно ли, да? Да. Ушло в час. Но у нас здесь что-то можно еще найти. И то место, где планируется воссоздать музей Лобачевского, оно действительно является для России уникальным тем, что здесь на протяжении 19 лет великий гений жил со своей семьей, жил и работал. Это, как говорят в международной практике, это место гения. Это место, которое помнит дух этого гения. Но кроме него здесь жили и представители математической школы Казанского университета. И поэтому, когда принималось решение, а что будет представлять из себя музей, сейчас обсуждаются варианты концепции этого музея. Все-таки коллеги математики и руководство Казанского университета склоняются к тому, что это будет музей, посвященный не только Лобачевскому, с воссозданием мемориального кабинета Лобачевского. Но это будет музей истории Казанской математической школы, которая имеет большую известность во всем мире. И все-таки мысль не покидает. Неужели Казанский университет за свою огромную историю после Лобачевского ни разу не выступал сам с инициативой, с желанием некий мемориал памяти Лобачевского воспроизвести на своей территории, может быть, в других местах Казани? Вы знаете, это произошло. К 200-летию со дня рождения Лобачевского в 1991 году Казанский университет действительно инициировал создание музея Лобачевского. 25 лет назад? Да. И тогда постановлением Совета министров ТАССР было принято решение о создании музея. Тогда готовились ремонтно-реставрационные работы, материалов достаточно много по этому вопросу. Активное участие принимал в этом процессе ректор университета Юрий Иванович Коноплев и директор Музея истории Писарева Стэлла Владимировна. Тогда было определено помещение тоже на втором этаже, в семь окон, большой зал для создания мемориальной экспозиции. То есть это там же, да? Там же, да, посвященный ректору. Но тогда это был только один зал. Сейчас было принято решение о двух комнатах, тоже достаточно больших, на втором этаже. Но, вероятно, в начале 90-х из-за нехватки средств, в том числе на ремонтные работы, на переселение кафедры и прочего, это не было осуществлено, к сожалению. И теперь надеюсь, что к 225-летию все-таки Казань, где Лобачевский жил, работал, создал свое гениальное учение, обретет этот новый музей. – А вот те экспонаты, которые сегодня находятся в музее истории, они, я правильно понимаю, перекочуют потом вот в этот создаваемый музей? – Я думаю, что мы подберем, скорее всего, аналоги, потому что в музее должны остаться подлинные экспонаты. Все будет зависеть от концепции этого музея. Если он будет закрываться на ключ, если там будет соответствующая система безопасности, конечно, подлинных предметов, связанных с жизнью, деятельностью Лобачевского, обязательно они там должны быть. Но если музеи все-таки будут использоваться, вернее, аудитории будут использоваться как учебные, – это значит, любой преподаватель под свою ответственность открывает эту аудиторию. И студенты могут находиться в любое время в этой аудитории с преподавателем или без. Тогда, конечно, лучше, если там будут копии этих предметов. Потому что незаметно, незаметно для всех предметы могут уйти. – Ну да, увы, в музейной практике такая история. – К сожалению. – Счастье не в нашей. – Да. Но вот этот дом, этот дом ректорский, он, в общем, и получил название, потому что там, на втором этаже, проживал ректор. Он ведь был приобретен буквально сразу после указа о создании Казанского университета, в числе первых зданий. – То есть он старше, чем основной корпус университета? – Он в конце XVIII века был построен. В 1805 году это здание приобрели. Оно принадлежало казанскому коменданту, генерал-майору Степану Николаевичу Костыли. Итальянцу, кстати, в происхождении. И он продал это университету. И в 1824 году, когда создавался большой университетский комплекс, это здание было перестроено. Потом оно перестраивалось уже архитектором Пятницким. Если Пятницким и Каринфским. Если первоначально оно имело балкончик по главному фасаду и по боковым фасадам, даже в описании этого дома балкончики там еще есть, то теперь никаких балкончиков, конечно, там нет. И если по части проектов второй этаж высокий, он и сейчас достаточно высокий, выше, чем первый этаж, то есть он парадный. И окна отличаются от окон первого этажа. То есть они не прямоугольные, они сводчатые окна. То есть мы этого теперь не видим. Они все прямоугольные. Это такая классика. Отчасти казенные такой вид это здание имеет. Хотя внутри у него очень много интересного. Например, сохранились голландские израстцовые печи. Так как они были, да? Да, теперь в здании они сохранились. В тех комнатах, где планируется воссоздать музей, они закрыты грунтом и краской. То есть их нужно открыть. Но поскольку сохранилось описание этого дома на 1832 год... А вот, кстати, интересно, сохранились какие-то чертежи? Да, чертежи много. Но когда мы сравниваем чертежи с тем, что мы имеем, мы должны понимать, что с одной стороны мог быть чертеж, утвержденный на постройке, он мог быть один. А потом в результате того, что денег было выделено меньше, мы получаем нечто другое уже в результате. Это как ты пишешь в истории со строителями. Чертеж один, а что-то другой. Да, и даже вот вчера, когда мы ходили по этому зданию, мы обнаружили встроенные шкафы, но они там были, встроенные, глубокие, причем шкафы. А сегодня листают документы. Я обнаруживаю, что в тех местах, где были шкафы, потому что очень странные эти шкафы, они во всю высоту стены. Оказывается, это были выходы на балконы еще 20-х годов 19 века, и в 30-е годы заложены. Но внутри здания они остались как некие ниши, углубления, в то время как с наружной стороны они были уже закрыты кирпичами. Вообще, ректор принял в равной степени исторически значимые, исторически благодарные решения. С другой стороны, очень сложные, потому что в наше непростое время создавать музеи, мало кто решается. Но вот вы обозначили, что это будет музей математической школы. И в этой связи несколько подвопросов. Как быстро можно ожидать, что эти достаточно серьезные работы будут сделаны, осуществлены, и какую роль будут принимать наши математики? Как они будут содействовать вам в создании столь масштабного уже получается музея? Ну, вы знаете, они математики, представители Института математики и механики, представители Института математики и вычислительной техники, а также, я уверена, представители высшей школы ИТИС, они обязательно войдут в рабочую группу по созданию этого музея. Потому что именно они могут сказать, что наиболее значимое и важное мы должны представить в экспозиции. И кого из фигур математиков мы должны показать. И как это показать? То есть они должны простым языком суметь объяснить, не математикам, что интересного в достижениях было сделано математиками. Чтобы любой человек, не углубляясь в математику, он пришел бы, посмотрел, ему рассказали бы, он чем-то бы заинтересовался, и дальше углубленно-углубленно бы этим начал заниматься. Конечно же, без них здесь никак не обойтись. Действительно, музеев создается много. Но интересное создание этого музея в том, что он создается с мемориальной комнатой. И здесь возникает вопрос. По архитектонике, по расположению комнат, здесь, в этой комнате, она с угловыми такими каминами, с тремя окнами, находилась, скорее всего, гостиная. Либо мог находиться кабинет. В воспоминаниях сына Николая, сына Николая Ивановича Лобачевского, рассказывается о том, как в детстве он бесконечно любил приходить в кабинет к отцу и прятаться. И прятался он под столом, и под столом играл. А Николай Иванович, увлеченный своими занятиями, он не замечал сына. И во всем доме искали малыша, и найти его не могли. И это известное место, где сидит Николай, оно было хорошо известно не только домашним, но и гостям. И поэтому, когда Михаил Николаевич Мусин-Пушкин, попечитель округа, приходил в гости, по средам устраивались журфиксы у Лобачевского. Что такое журфиксы? Журфикс, но это в переводе с французского фиксированный день, установленный день. Что делали? То есть по средам собираются у ректора. Приходил в том числе и попечитель округа. Приходили профессора со своими семьями. Это было неформальное общение в домашней обстановке, где обсуждали всевозможные дела и семейные, и по работе, где можно было встретиться и напрямую обратиться к попечителю, потому что и директора гимназии тоже приходили на эти вечера. Они имели действительно такой семейный характер. И если более старшее поколение общалось, играло в преферанс, в карты, молодежь танцевала под фортепьяно, как тогда говорили. И Михаил Николаевич Мусин-Пушкин, когда он приходил, он подходил к столу в кабинете Николая Ивановича Лобачевского и говорил сыну Николая Ивановича, он говорил, «Здравствуй, вылезай, подстольный математик!» И тот вылезал. И он рассказывал об этом в своих воспоминаниях. А вот создание некой мемориальной комнаты, мемориального комнаты, вообще мемориального помещения подразумевает ведь не то, что мы пойдем в магазин и купим те обои, которые нам больше понравились. Потому что мы пойдем и найдем какой-то случайный стол, который похож на старинный, и поставим. Вот эта работа как планируется быть организованной? Как это все? Где все это найти и достать? Как это делать? В настоящее время, например, мы проводим работу вместе с математиками на предмет, какая мебель у них сохранилась и какого времени эта мебель. Потому что если мы ставим задачу воссоздать кабинет Лобачевского на 1820-1840-е годы, это будет одна мебель. Если мы просто собираем по университету то, что мы находим, то, что мы видим, это чаще всего 1880-е годы. Это же то, что получило отражение в фотографиях. Ну, например, есть фотография ректорского кабинета. И, например, стул из этого ректорского кабинета, он так и стоял в кабинете у ректора. И ректором Салаховым был передан в музей. И мы видим эту фотографию 1880-х годов. И вот он, этот стул с этой фотографии. То же самое столы. Но на этой фотографии мы видим и более раннюю мебель, которая датируется середины 19-го века. И наша задача, эту мебель, сначала поискать внутри самого университета, отреставрировать ее. Ну, сначала трибутировать, потом отреставрировать эту мебель, конечно же. И при необходимости действительно обратиться к специалистам и, может быть, что-то купить. Что могло быть в кабинете? В кабинете стол письменный, кресло, конторка или бюро. Потому что работа не только сидя, но и стоя. В кабинете могли быть приборы, в том числе астрономические, потому что он занимался астрономией. В кабинете могло быть место для отдыха. Это небольшой диванчик с круглым столиком. Ну, собственно, там, где сидели и играли. И эти предметы нужно найти. Ну, и, конечно, письменный прибор. А также необходимо воссоздать эффект освещения, который был в тот период времени. То есть мы же не можем просто электрическую люстру подвесить, да? Люстра же была иная. И люстра предназначалась для того, чтобы в нее устанавливать свечи. Ну, сейчас мы свечи не будем устанавливать. Ну, что-то аналогичное мы должны сделать. Потому что если мы уже делаем обстановку кабинета, то в ней должно все соответствовать. От пола, который был деревянным, а сейчас там постелен линолеум, пол, печи, одна печь, с другой стороны камин был. Перед камином лежал металлический лист. Ну, это все должно быть правдоподобно. Как скоро эти работы будут завершены, и первые посетители войдут в этот музей? Ну, вообще планируется, что музей должен быть открыт к дню рождения университета. То есть это уже в ноябре? Да. Но прежде чем создавать музей, необходимо провести ремонтно-реставрационные работы. То есть, чтобы не было трещин, в карнизах, сменить пол, где-то отреставрировать окна, подоконники. И только потом уже делаться экспозицию. Спасибо. Нам остается только ждать и внимательно следить за тем, как эти работы будут идти и реализовываться. Спасибо. Вот вам и еще один пример того, что жизнь в сценах Казанского федерального университета совсем не похожа на каникулярные затишья. Впрочем, многие из тех, кто сегодня учится в вузах республики, словно бы и не собирались отдыхать. Напротив, они сами себя заводят на проекте, в который сами по доброй воле погрузились чуть ранее, и который так и называется – политзавод. Проект предполагает выявление самых активных и неравнодушных молодых людей, нацеленных на активную карьеру в общественно-политической сфере. На минувшей неделе политзаводчане бились за кубок высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ, доказывая, что обладают невероятными познаниями по широкому кругу вопросов и способны своим ораторским искусством покорить массы. Смотрите сами, как это было. В пятницу 3 февраля в шоу-руме высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ впервые состоялась запись ток-шоу. Дебютной программой стали политические бои. Это новый пилотный проект политзавода, точнее блока ораторское мастерство и политические коммуникации. Специальным гостем в этот день стал член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Олег Морозов. В последнее время очень активно наращивалась материально-техническая база высшей школы журналистики и нашего телеканала Универ-ТВ. И вот все эти работы наконец подходят к эмологическому результату, то есть начало производства массового производства контента, который будет общеупотребляем и на нашем телеканале, и востребован в целом в городе и в республике, в студенческой молодежной среде и так далее. И вот сегодня такая первая большая уже программа пишется. Я думаю, что в перспективе очень близко мы выйдем на ежедневный режим производства видеоконтента в нашем шоуруме. Политзавод – это проект по подготовке кадров для Татарстана, который образовывает кадровый резерв. На Политзавод приходят те, кто хочет реализоваться в жизни и стать успешным политиком. Политзавод собрал 780 заявок. В ноябре состоялись очные и онлайн-собеседования с кандидатами, по итогам которых в очный этап проекта было рекомендовано 200 человек. Участники проекта борются за то, чтобы стать лучшими и войти в топ-100. Сегодня Политзавод запускает очный этап. Очный этап посвящен политическим коммуникациям и ораторскому искусству. И не даром мы находимся в стенах высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Сегодня пройдет новый формат. Мы запускаем пилотный формат проекта. Это политические бои. Потому что молодые лидеры, молодые политики, если не хотят, конечно же, стать таковыми, должны научиться отлично говорить. Всего в поединке приняли участие четыре человека. Екатерина Граф, Антон Симонов, Марсель Сиразиев и Дарина Фролова. Участники проекта подискутировали на самые острые и актуальные проблемы студенчества на тему недавно избранного президента США Дональда Трампа и прошедшие события в мире. После тяжелого часового боя жюри удалось определить победителя. Им стал Марсель Сиразиев. Участники были очень сильные. Все были подготовлены. Все были в своей сфере специалистами. И появился, наверное, более конкурентный по стилю взаимодействия. Но в целом я доволен. Стоит отметить, что зрителями сегодняшней программы стали не только участники политического батла, но и пользователи интернета. Велась онлайн-трансляция. Телевизионную версию можно будет увидеть в ближайшее время на телеканале Универ ТВ. И сейчас мы продолжаем разговор уже непосредственно с Олегом Викторовичем Морозовым. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Прежде всего, как вам формат? Интересно. Интересно. И у зала глаза горели, и ребята в кайф, как принято сейчас говорить, работали. И понятно, что не везде это вообще возможно. Это очень хорошая задумка. И система есть, возможности есть. Хорошо бы, чтобы у нее еще люди встроились, и чтобы был результат. Вот к этому, мне кажется, надо стремиться. Мы немножко такие же хвастливые по-хорошему все, живущие в Татарстане. Мы всегда пытаемся сопоставить, как у других, как мы на этом фоне смотрим. Вы человек, который очень много и очень хорошо знает эту страну. Если сравнивать с теми возможностями, которые есть в регионах России, в частности, ну, конечно, в Москве, есть перспектива того, что эти форматы будут развиваться, что такого рода возможности Татарстан тоже будет перспективить. Безусловно, здесь ведь есть совершенно понятный ответ на этот вопрос. Либо мы используем технологии, которые существуют, которые нам предоставляют жизнь во благо себе, и в том числе в решении вот этой задачи, когда мы учим человека публичности, а политика невозможна без публичности, когда... Это почему не форма? Публичность в данном случае это еще и не просто умение понравиться аудитории. Это умение отвечать на те вызовы, которые создает жизнь, а аудитория тебе их транслирует. Она же не просто так придумывает вопросы, она не просто так с тобой работает, она хочет понять, что ты дальше будешь делать, если ты вдруг получишь в руки штурвал, если ты получишь должность, если ты получишь инструмент, ты как будешь дальше с нами работать? Вот в чем публичность, а не в том, что ты нравишься людям, которые с тобой работают в зале. А для того, чтобы эта конструкция работала, ее нужно как-то смоделировать изначально, чтобы человек умел это делать, чтобы он получал эти навыки. И то, что я увидел сегодня, это, конечно, просто небо и земля с тем, что было когда-то. Я просто помню, как лет 15-20 тому назад примерно то же самое начали делать в Государственной Думе. Когда только что пришедших депутатов, кстати говоря, прошедших горнелой избирательной кампании, получивших мандат, в Думе учили специалисты по масс-медиа, по публичным коммуникациям, как отвечать на вопросы, как работать с аудиторией. Но тогда 10, даже не 20, 10 лет тому назад, даже, может быть, и меньше, таких технических возможностей, ну, даже просто о них можно было только мечтать. Сравнивать даже федеральный уровень, охотный ряд, то, что я видел, и то, что я видел сегодня, это уже следующий шаг. Я уверен, что такие же, наверное, залы, также оборудованные, такие же технологии используются, конечно же, в Москве, наверное, и в других субъектах. Про другие субъекты не знаю, говорить не могу, про Москву знаю, что такое есть. Но в любом случае, мы догоняем время, догоняем время, которое просто ставит перед нами этот вызов. Вот теперь о содержательной части. Вы, наконец, вернулись, что называется, в публичную политику. Так получилось, что вы всегда в политике, но вот как-то, ну, на экранах вас не было долгое время в силу занимаемой должности. Вот сейчас вернулись, вы стали участником больших ток-шоу, аналогичных политбоев, они все там по-разному называются на федеральных каналах. У зрителя всегда есть сомнения, может ли там родиться истина. Вот ваше, что называется, мнение изнутри. Вот в том шуме, который воспроизводится на федеральных телеканалах, можно все-таки поймать? Или не стоит нам ее ждать? И еще второй подвопрос, в связи с аудиторией, которая здесь была, как нам бы сделать это интересным, вот такого рода форматы, для молодых людей, тех, которые очень скоро придут на смену действующим политикам. Я совершенно откровенно отвечу на ваш первый вопрос. Все-таки этот формат не создан для того, чтобы коллегиально искать истину. Все-таки истину ищет зритель, выслушивая те точки зрения, которые представлены в этой дискуссии. И в зависимости от того, какая точка зрения представлена более ярко, более убедительно, более аргументированно, она превращается, по крайней мере, для зрителя в некую истину. Хотя, конечно, каждый из нас, когда приходит на такую полемику, на такие дебаты, идет туда с определенным внутренним стержнем своим мнением и пытается довести его и до противоположной стороны, до тех, с кем ты дискутируешь, ну и, конечно, для зрителя. Что касается молодежи, то я, наверное, соглашусь с вами, что она еще не очень с большим интересом погружается в эти форматы. Ну, мне так кажется, что это формат не для людей, которым там 18+, да, это скорее формат для людей там 35+, которые уже больше от жизни, нежели от выбора, который перед тобой еще пока стоит. Но, обратите внимание, я думаю, что вот этот формат, которому приделали выражение ток-шоу, да, это как раз попытка сделать этот формат интересным, да, потому что, если представить себе некого Морозова, который сядет перед камерой и там 40 минут будет бубнить в камеру о чем-то, пускай даже очень важном, пускай даже будет говорить замечательные слова, и все это будет правильно, думаю, что через 3 минуты зритель перестанет это воспринимать, и как бы ты хорошо ни говорил, наверное, это будет скучно, и интерес к этому пропадет, формат вот такого ринга, формат этого диалога, дискуссии, спора, он, конечно, более яркий и в этом смысле гораздо более привлекательный, и поэтому он предложен зрителю, лишь бы это не превращалось в самоцель, возвращаясь к вашему первому вопросу, все-таки это нужно не только для того, чтобы это было интересно, это важно для того, чтобы зритель посмотрел эту программу по той теме, которой она посвящена, и все-таки выбрал для себя, нашел для себя ответы на вопросы, которые волнуют его, как гражданина, как жители какого-то города, как жители республики и страны в целом. Ну, и еще относительно того, что сейчас было, что происходило, вот вы были очень щадящим при оценке, даже не давали оценок тем, кто выступал, кто был задействован, кто задавал вопросы, это тоже искусство задавать вопросы, а все-таки, вот с вашей точки зрения, какой общий, может быть, или наиболее часто повторяющийся недостаток сегодня можно наблюдать у тех, кто пытается свое мнение изложить, донести, довести, убедить, отсутствие системности, там еще что-то, я не знаю. Вы знаете, это, наверное, вообще общий недостаток любого человека, который выходит в публичное пространство, становится перед камерой и зажат определенными правилами и форматами, ну, например, временем. Это самая большая проблема и самое большое искусство. Ну, известная притча про Луначарского, когда ему говорят, вам надо завтра выступать по теме значения китайского языка в современной, там, советской политической жизни. Луначарский спрашивает, сколько у меня будет времени для выступления? Ему говорят, два с половиной часа, он говорит, я готов прямо сейчас идти. Ему говорят, ну, хорошо, а если час? Он говорит, ну, тогда мне нужно день подготовиться. А если пять минут? Он говорит, дайте неделю. Вот очень, очень правильная притча, да, я не знаю, было ли это с Луначарским в действительности, но когда у тебя минута, а ребятам предоставлялась минута, вот это самый жесткий формат, и ты должен понимать, у тебя минута, у тебя есть тема, ты должен в нее войти, ты должен сказать главное, что ты хочешь донести до аудитории и сделать вывод и уйти из темы, и у тебя только минута. И вот умение, во-первых, чувствовать время, умение быстро реагировать на вопрос, причем иногда совсем не обязательно содержательно, но так, чтобы ты, ответ был услышан и тем, кто тебе его задал, и тем, кто это смотрит. Вот этого умения у ребят пока нет, но это не беда, потому что этому действительно, во-первых, можно научиться, для этого нужно время, чтобы этому научиться опыт, без опыта вообще деваться некуда, просто потеряешься в какой-то ситуации. И поэтому я и не хочу давать каких-то оценок. Ну зачем ставить там тройки, четверки, пятерки, когда они еще, конечно, школеры политические, они вот только входят в этот мир, в эту жизнь. Но у них потрясающие шансы для того, чтобы этому научиться. У них есть шансы, которых не было, например, у политиков моего поколения. Мы-то все это постигали путем тыка, и у нас не было учителей, а у них сегодня есть учителя, у них есть такие технические возможности. У них есть возможность опробировать это все, да просто себя увидеть, взять. У нас даже такой возможности не было. Он сейчас включает мобильный телефон, на тебе записал, и дает оценку сам себе, или говорит, ты слушай, Петя, посмотри, как я вообще тут выгляжу, правильно ли я держусь. Это ведь очень здорово. Мы же себя не слышим, когда говорим, а потом смотришь на экране, бог мой, у меня и галстук не так, и, оказывается, язык не так ворочается, и держусь я неправильно. Вот это все возможности, которые просто научиться, нужно грамотно и эффективно использовать. Ну и еще, было бы неправильно, если бы я не воспользовался случаем, Олег Викторович Морозов в Казанском федеральном университете не спросить, что-то про образование. Тем более, что это сегодня было одной из тем. Понятно, что за одну минуту об образовании, о котором годами спорят, невозможно ничего высказать. Это же очевидно, какой бы, наверное, талант человек не имел. И все-таки я попытаюсь вас в очень короткий лимит времени про образование спросить. Были общие темы. Ну, например, стоит ли нам отказываться от Болонской системы? Как вы на нее смотрите? Что делать с выпускниками, которых становится по некоторым специальностям очень много? Можно действительно принудительно распределять. Каким образом организовывать тимпроекты? Вот вообще, какой набор проблем вы сегодня бы обозначили в образовании? И что можно было бы в ближайшей перспективе предложить молодым для того, чтобы их образование действительно от Гарварда... Ну, споры идут, там Гарвард лучше или хуже. Ну, пока вот так, да, во всяком случае, чтобы котировалось не меньше. Вы знаете, вы, во-первых, уже этот набор начали, набор этих тем, а я могу его бесконечно продолжать, и какую бы тему я бы не затронул из тех, что существует в нашей системе образования, они все будут проблемой. У нас нет непроблемных зон в системе образования. Потому что это может быть вообще самая ключевая проблема современного мира и современного общества и России в частности. Вы знаете, говорят, что мы есть то, что мы едим, да, ну, когда такая шутка про человека, а про общество, можно сказать, что общество такое, какое в нем образование. Если оно успешное, эффективное, общество идет в одном направлении, оно успешное, в нем нет вот тех проблем, с которыми сталкиваются другие, и наоборот. Поэтому это просто лакмус и бумажка, и этим нужно заниматься каждодневно. Чего делать не надо, на мой взгляд. на мой взгляд, поздно шарахаться назад, кричать, все было неправильно, давайте все вернем, как оно было. Во-первых, а, не вернем, б, ошибка, потому что сломаем, даже если мы наделали ошибок, а мы их наделали, безусловно, вот это увлечение, это 100% увлечение, это баллонская система. Этот ЕГЭ, который превратили в, так сказать, как это назвать-то, выбери вариант, да, это вариативность, выбери вариант, а вдруг я попаду, да, в правильный ответ, даже не зная его. Но это же ведь не говорит о моих знаниях. Ну, понятно, что сейчас от этого пытаются отказаться, и так далее, и так далее. и говорят, давайте вообще откажемся от ЕГЭ. Значит, мы 15 лет эту систему строили, теперь давайте ее порушим и откажемся от этой системы. Я, ну, мы живем еще одну беду. На мой взгляд, раз уж мы прошли вот эту дорогу, давайте в рамках того, что мы сделали, будем искать, поправлять ошибки и совершенствовать то, что дало реальный результат. Ну, слушайте, разве можно не признать успехом этого злополучного ЕГЭ, то, что мы действительно вдруг начали находить звездочек, которые раньше в жизни бы никогда не поступили бы. В МГУ, в КФУ, в МГИМО. А сегодня эти ребята, которые даже по этому, может быть, зачастую очень формализованному ЕГЭ, получают высокий балл, и когда есть возможность этот балл действительно считать таковым, я здесь не говорю историю, когда человек не знает русского языка, у него 100 баллов по русскому языку, и эта звездочка попадает сегодня, получает возможность получить настоящее высококачественное образование. Поэтому мой рецепт такой, если не говорить о частностях. Вот мы взяли, отвели этот маятник в одну сторону, отпустили его, и у нас он эту середину, золотую, пролетел, значит, ушел в другую сторону, и вот мы собрали все минусы вот этого отклонения маятника от середины. Вот его нужно вернуть в эту середину, исправить все то, что мы натворили, в том числе в вопросе соотношения бакалавриата и магистратуры, потому что совершенно правильно сегодня ребята говорили, слушайте, мы сделали эту систему, не подумав о том, а вот работодатель, он как будет относиться к человеку, который получил так называемое базовое образование, он поверит в это базовое образование, не тестируя, или он в любом случае будет выбирать другого, у которого уже сделан следующий шаг. Я чисто психологически, как работодатель, наверное, бы сделал именно так, я бы взял того, у кого уже как бы априори более высокий уровень, он может быть даже не лучше, чем тот, но я-то буду думать, что лучше, и буду брать вот этого. Поэтому нужно этот маятник вернуть к середине, исправить все очевидные недостатки того, что было наделано в последние годы, не отказываясь, в том числе, от универсальных требований, которые связаны с процессом глобализации. Мы никуда не делимся. Если мы не добьемся того, что наше образование будет признаваться в целом мире, мы будем многое терять. Это же ведь неправильно стоять с гордо надутыми щеками и говорить, да мы все равно лучшие. Лучшие? Ну, надо это доказывать не только уверенностью и любовью к Казанскому федеральному университету, который я безумно люблю, но это нужно доказывать и тем, чтобы все другие тоже так же говорили, что, слушайте, он же выпускник КФУ, у него на лбу знака качества. Понимаете? Вот к чему он должен стремиться. Ну, и в завершение, на сегодня, потому что я очень надеюсь, что мы сможем продолжать с вами встречаться и задавать вам вопросы и находить ответы на самые острые темы, которых сегодня действительно очень много. Нет проблемных зон, вы сказали. Нет, не проблемных зон. Да. И все-таки, вот, ну уж прозвучало про Трампа, Америка, взаимоотношения с Западом, с Соединенными Штатами, новый президент, новая политика или продолжение старой, модернизация старой. Чтобы ничего не усложнять, вы как человек умудренный политическим опытом и знаниями, хотя бы на уровне, все будет хорошо или нам не расслабляться? Отвечу так. Все будет более предсказуемо, чем это было до недавнего времени. Это не значит, что будет обязательно лучше. Это не значит, что вот завтра мы поженимся и у нас появятся дети. Вот совсем не так. Я даже думаю, что с Трампом будет, может быть, даже посложнее, чем с Обамой в силу многих причин. В силу его эпатажности, в силу того, что он, может быть, до конца сам еще не очень понимает вот эту программу и понимает ее, скорее, на уровне таких символов. Кто-то вчера так выразился, что Трамп это такое крупное политическое животное, которое на инстинкт пока еще, да, но это такой образ, я не хочу ничего оскорбить, не сказать, в адрес Трампа, но то, что он пока многие вещи делает действительно импульсивно, интенсивно и на уровне инстинкта, это очевидно. И поэтому не обязательно, что будет хорошо. Но то, что Трамп предложит некую модель понятную и в рамках которой можно будет говорить так, вот я с этим согласен, здесь мы партнеры. А здесь мы никогда не договоримся и мы не можем быть партнерами и это будет так же понимать и Трамп. Мы начнем говорить на языке интересов, на языке давайте разделим сферу ответственности. Безопасность это не потому, что нам ее обеспечивает американский зонтик и американское величие о безопасности, потому что мы вместе решаем эту проблему безопасность для всех, не для избранных, а безопасность для всех, в том числе и для России. Если вы не можете понять, что для нас является безопасностью, тогда она и для вас перестает быть таковой. Вот принцип, который, как мне кажется, понимает Трамп. И это в равной степени понимаем мы. зачем нас любить? Я вот этого не понимаю. Нас не надо любить. Нас надо понимать. Мы готовы понимать вас. И это является основой мирополитики современной. Вот в чем я вижу шанс. Спасибо. Спасибо и за время, отведенное нам, и за понимание тех процессов, которые мы сегодня, в том числе вместе с вами, и при вашей поддержке начали, и которые стартовали. Спасибо. Спасибо. И еще одну тему сегодня хочется затронуть. Она не самая радостная, но такова жизнь, что приходится постоянно помнить о важности процесса самоочищения от недобросовестных людей, пытающихся извлечь личную выгоду из служебного положения. Речь идет о коррупции, конечно же. Скажу сразу, что не вполне согласен с методиками современных соцопросов, которые традиционно выдают результат, по которому самыми главными очагами коррупции в стране являются в представлении населения здравоохранение образования органов внутренних дел. Именно методики программируют такого рода расклад. Очевидно, что население на прямой вопрос о коррупционных проявлениях вспоминает о тех службах, с которыми находятся в каждодневном контакте. Предприниматели чуть разбавляют картинку своим мнением, вспоминая что-то про тендеры и земельные отношения, например. Ну, ЖКХ обречено также всегда быть на острие критики, где в головах у опрашиваемых живо путаются такие вещи, как коррупция и просто недобросовестность в работе. Я уже не говорю о том, что именно в упомянутых сферах и идет каждодневная борьба с коррупционными проявлениями, которые, и это важно, одинаково живо провоцируют как получатели, так и даватели взяток в том или ином виде. И это тоже проблема роли и места каждой из сторон коррупционной сделки, которая требует аккуратного и тщательного анализа. И все же коррупция, конечно, в близких, контактных с населением сферах деятельности есть. Этого никто не отрицает. И войну с ней ведут даже куда более активнее, чем, например, с коррупцией в схемах власть-бизнес, власть-власть и тому подобных. Вот и минувшие дни в Челнинском филиале Казанского федерального университета при получении взятки со студентов был задержан преподаватель, что называется, с поличным. И случилось выявление этого прежде всего потому, что контроль за попытками врубить коррупционные схемы идет в КФУ ежеминутный, я бы сказал. Все, что связано с этими вопросами, лично контролируется ректором. Вот и в этот раз именно ректор инициировал строгую инспекцию в стенах подразделений КФУ силами силовых ведомств с целью предотвращения и выявления коррупционного поведения иных сотрудников. Это важная деталь, ибо не случайно и спонтанно, а системно противостоит КФУ тем, кто решил заработать на слабости коллег или студентов. И так будет всегда. Сотрудники Управления экономической безопасности противодействия коррупции МВД по республике Торстан совместно со службой безопасности вуза в Набережных Челнах задержали доцента филиала одного из казанских вузов по подозрению в получении незаконных денежных средств. Сейчас в Казанском федеральном университете идет активная борьба с коррупцией. Так, в Набережной Челнинском институте КФУ был задержан доцент кафедры экономики Геннадий Карнач за взятку от студента в размере 32 тысяч рублей. Руководство института само проявило инициативу в поимке преступника. Вместе с правоохранительными органами они провели задержание в аудитории института. Когда поступило обращение студентов с экономического отделения, которые жаловались на факты коррупции на экономическом отделении. В связи с этим нами проведены мероприятия по выявлению в таких случаях. Преподаватель, как удалось установить полицейскими, периодически брал за студентов вознаграждение за сдачу экзамена. Это акция не одноразовая и мы будем вести, мы ведем системную работу и будем вести такую работу для того, чтобы студенты наши могли спокойно учиться и спокойно сдавать экзамены. Следственный комитет по республике Татарстан возбудил уголовное дело по статье получение взятки должностным лицом. Сейчас 44-летний доцент кафедры экономики предприятий и организаций находится под подпиской о невыезде. В Казанском университете и его филиалах идет активная работа с антикоррупционными действиями. Любой желающий может сообщить о взяточничестве преподавателя, позвонить по телефону доверия или обратиться к руководству. Напоминаю, это информационно-аналитическое шоу смотрите сами. Сейчас наступает наше самое любимое время собственно шоу, после которого хочется жить. Я с удовольствием представляю те, кто представлений здесь, в стенах Казанского федерального университета и в Казани в целом не нуждается. Вообще люди очень известные. Проект «Громкие рыбы» Кирилл Карамов и Тимур Исмаев. Еще они, кстати, знают, как заработать миллион просмотров в Ютьюбе, о чем мы сегодня у вас и расспросим с вашим удовольствием, но прежде самый любимый вопрос своих журналистов. Расскажите немного о себе. Кто вы? Мы учились на программистов, совсем не ведали о том, что поступая в КФУ, мы к концу пятого курса нам предложили работать на Универ ТВ и совсем не ведали наши родители то, что мы согласимся. И вот мы с тех пор начали работать здесь, на телевидении, снимать ролики смешные, ну и, к сожалению, иногда получается не очень. Вот вообще вы дуэт или как назвать ту конфигурацию, которая сложилась у вас с учетом специфики творчества? Ну, все-таки это дуэт, ядро это дуэт. У нас окружает очень много наших знакомых катеистов и выпускников КФУ. Опять-таки мы их привлекаем для работы и они сами приходят с радостью. То есть вокруг нас крутится к счастью много таунтливых людей. Так сказать, мы такая одна большая молекула, которая иногда может к себе притянуть другие молекулы. Кстати, я не дал вам ответить на вопрос кто вы. Несколько слов о себе. Ну, непосредственно я являюсь, так сказать, тоже выпускником КФУ, тоже программистом, и так же, как и мама Тимура. Моя мама не ведала, что я буду заниматься видео когда-либо. А вот громкие рыбы. Вообще, вот абсолютно логичный название появилось. Ну, это на самом деле путем длительных математических исследований. Мы реально перебирали названия. Порядка трех вечеров потратили только на то, чтобы придумать. Название, которое характеризовало нас как что-то такое запоминающееся и что-то такое подразумевающее юмор и... Какой-то абсурд. Оксюмарон или Оксюмарон. Но при том, что... Вот это вот талант программистов, он пригодился, да, если я правильно понял, путем математических исследований, поиска кода какого-то секретного, который бы притягивал. Это одно из немногих проявлений программиста у нас. А вот раз уж о математике заговорили, о математике другого рода, как все-таки в Ютубе заработать миллион зрителей? До сих пор, не знаю, вот честно, слишком много факторов влияющих и так неожиданно все это оказывает влияние. Вот самые наши... У нас есть несколько роликов, которые нам не очень понравились, как вышли. И вот... Именно они заработали миллион просмотров. И более, да. Вот это тоже. Да. Два с половиной миллиона просмотров вот уже где-то имеется ролик, который, ну, действительно, я бы не хотел, чтобы именно он представлял нас. Но, к сожалению, вот так вот. Закон Ютуба не угадаешь. Однажды мы сняли ролик, допустим, который набрал где-то 5000 просмотров. И бац! Недели две назад все начали его комментировать, начали его смотреть, и за неделю он набрал еще 375 тысяч. То есть, как бы... Не ведомые законы интернета. Да, даже не угадаешь. Эдуард Хигтрулллов вдруг там спустя 30 лет заиграл по всему миру. Так. И тогда вот вы упомянули сегодня каждый о родителях. Они-то как относятся к этому? Потому что они смотрят, следят за ним, за творчеством. Или они так дистанцировались? Ну вот у меня родители, я им показываю все, так сказать, наши выпуски. Они... Я уж не знаю из вежливости, но вроде бы им нравится. Они даже позитивно называются о них. Ну, у тебя мама репостит, хотя в ВКонтакте. У меня мама не репостит. Это большое достижение. И, конечно, мы не можем, поговорив с вами, не спросить, а где можно наблюдать за вами, следить за вашим творчеством, следить за вашими новинками, которые вы представляете. И второе, не предложить вам что-то подарить сегодня нашим зрителям. То есть, собственно, что сегодня будет в качестве подарка вашего презента и где можно прочее из вашего творчества смотреть, слушать. Ну, последние три года мы работаем на канале Универ ТВ. Это студенческое телевидение Казанского университета. И, собственно говоря, на YouTube-канале этого канала. Тут уже никак без кламбур не обойтись. И на кабельных сетях можно будет это все посмотреть. В кабельных сетях. А сегодня? А сегодня, знаете, вот мы очень давно хотим стать рэперами. Мы подумали, что очень мало смешных рэп-песен, слишком много грустных, грузящих. А вот у нас есть одна смешная рэп-песня, клип, планируем уже снимать четыре года. Не шучу, четыре года назад мы сняли первый кадр туда. Но как-то не получается достать, может быть, эти кадры сегодняшние мы используем. Потому что сегодня мы будем петь рэп. о чем? О наших, так сказать, особенностях и минусах и плюсах, возможно. О том, как мы выглядим и о том, как мы говорим. Громкие рыбы, о наших плюсах, особенностях, о том, как мы выглядим и о чем мы говорим. Смотрите и слушайте сами, а с вами мы встретимся ровно через неделю. Всем доброго. Меня ни один канал не вещает. Должность диджея не сулит мне успех. Всех почему-то безумно смущает. Несчастная буква Р. Лишь в яслях не парили меня с этой темой. Там у всех с буквой Р были проблемы. Картавым придурком дрозили в младшей школе на щеках моих слезы. Протерли мозоли. Люди считают я стрёмный оратор. если не могу, как все, сказать, реприджератор. Такую точку зрения считаю слишком узкой. Зато у меня природная склонность к французскому. Рэп. 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 Картовый рэп. Все, кто картавит, прокартавтеры. Рэп. 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 Картовый рэп. Я как вуф, только на 20 метров ниже. Я натерпелся издевок и позора, когда мою девушку звали Аврора. Я при успел Фильтрации базара Когда мою девушку звали Варвара Придыр Парбаросса Брага из притч-пресса Мой логопед не видит прогресса Прерия, коррида, устроить резню Львы не реагируют, когда я ехать разню Информатор, терроризм, ракостит, корпоратив Мой кортавр рэп четко ложится на мотив Рарат, Кандера, Андорра, Улан-Баттер Меня не понимает ни один Туроператор каждый раз в мир трубки Слышит западло Алло, это центр рекрутинга волонтеров? Алло Алло Рэп, 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 рэп Кортавры рэп Хей, про картавр тист。 Рэп, 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 рэп Кортавры рэп Кортавры — это круто Ууу Это текст полной боли и цепких слов Рассказал о жизни парня из картаврных низов Лишь одно утешение Себе я вижу Из тех, кого намного хуже Это люди рыжие Ха-ха-ха-ха Это пищите рыжие Картавый парень, эй, ты должен быть очень рад, что родился брюнетным рыжим быть сущий ад Если кто-нибудь скажет мне, слышь, конопаты, обещаю я Достану лопату, типа пикола я Заурядный и скучный, у рыжих нет души Да сами вы бездушные, и хоть убей, но я здесь связи не вижу Как цветолос сможет делать, кого-то без рыжих на рыжих все вечно валит И у меня в школе не работала отмаза Эй, чё, я рыжий, что ли? Не знаю, как жизнь может больше быть отравой Наверное, если быть и рыжим, и картавым О, да, бро, вот ты, конечно, сказал, о, кошмар Рыжий, бро, послушай, мне стало казаться, круто быть, как мы, а других отличаться Несмотря на все видимые недостатки на парней с изюминкой цыпочки и пакет Да, если бы мир состоял из одинаковых людей, в нём бы не было столько гениальных идей Я принял себя, и с этого мгновения я ношу веснушки, как золотые украшения Я понял, Кирилл, надо просто превращать свои минусы в плюсы Да, да, давай я буду картавить, а то переграешься в рыжий Нет, нет? Ладно, тогда я картавить, наверное, буду Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»